я рад вас приветствовать в нашей замечательной мастерской инновации александра чернядева и с вами я ее шеф-повар андрей бакаев вы только посмотрите на эту красоту это терпук холодного копчения и мы с вами и сегодня приготовим поехали замечательный терпук у меня его 40 килограмм он глубокой заморозки и так есть один небольшой нюанс когда мы с вами принимаем рыбу мы с вами должны проверить целостность нашей упаковки всю ее маркировку внутри отличная рыба давайте вскрывать легким движением руки вскрою пакет как я и предполагал рыба исключительно вид у нее хороший без подтеков без пробоин и не осталось ее только разморозить температура в нашем помещении 20 градусов мы с вами знаем точно что развитие бактерий в рыбе происходит от 25 до 35 градусов это немаловажный фактор получение качественного продукта я при температуре 20 градусов буду размораживать терпук часов 8-12 советую подобрать свой режим разморозки в зависимости от температурного режима вашего помещения пока наша рыба размораживается я приготовлю замечательный рассол мне потребуется вода осматическая 10 литров сахар 30 грамм на 1 литр соль нитритная 40 грамм на 1 литр соль крупная не иодированная 40 грамм на 1 литр давайте обо всем поподробнее в своей работе я использую осматическую воду которая позволяет создать мне стандарт профиля рассола что такое вообще профиль воды это определенный набор соли и специи а главное один и тот же химический состав нашей воды в общем чтобы получать один и тот же вкус от партии к партии нам всегда нужны одни и те же пропорции вода у нас подготовленная а соль и сахар нам нужно очистить от лишних примесей и грязи и так я все это просто прокипячу я взял все взвесил сейчас это залью водой и в течение пары минут нас это прокипячу и процеду чтобы нам что-то кипятить нам нужно плита ставлю нашу соль и включаю плиту начинаю слегка все размешивать начинает закипать и теперь вы видите сколько грязи у нас собирается просто сколько черноты и всего я возьму чистый мармит у меня есть сито у меня есть специальная ткань а у вас наверное есть марля я ее сделал несколько слоев и начинаю процесс процеживания и так с солью и сахаром мы справились осталось просто все это смешать и немножко остудить беру воду у меня здесь 8 литров и разбавляю нашу соль мой рассол готов мне осталось дождаться когда мой терпук просто разморозится прошло 8 часов все 40 килограмм замороженного терпуга у меня разморозились и теперь настало время обратить внимание на ее качество вся рыбка у нас хорошая красивая калибровочка у нас одинаковая я оцениваю рыбу по трем основным критериям 1 это внешний вид нашего продукта он должен быть красивый плотный он не должен разваливаться он не должен быть рваным вот терпук с надломленной головой он уже не пойдет в нашу реализацию поскольку не будет иметь товарного вида такую рыбу мы стараемся не покупать критерий номер два это жабры они должны быть хорошего красного цвета если жабры у вашей рыбы белые и имеют какой-то налет значит рыба была заморожена и разморожена неоднократно мы такую рыбу не используем завершающий фактор но что я еще обращаю внимание это на глаза нашей рыбы они должны быть не мутные кристально чистые и выпуклые вот вам сравнение двух глаз рыбы один у нас чистый и хороший другой у нас немножко обратите внимание на мою новую столешницу конструкторское бюро ее сделать специально для нашего удобства она из нержавеющей стали легко моется и имеет очень высокий борт столешница является накладной что очень удобно в нашей работе она очень легко крепится на любую поверхность и сейчас я вам это покажу я беру столешницу укладываю на поверхность берем зажим вставляем фиксирующие устройства просто закручиваем максимально необходимая вещь накладная столешница на вашей кухне за счет ее универсальности вы спросите в чем на ней можно чистить готовить размораживать мясо рыба птица и даже прессовать сыр потому что весь мусор и жидкость будет уходить в сливное отверстие мы ее моментально можем промыть а это еще один огромный плюс нашей накладной столешницы она имеет спроектированный наклон и вся жидкость будет направляться с вами прямо к сливному отверстию у нас есть гофированный шланг веса и трубы прокладка и зажим одеваем зажим и закручиваем все готово я беру на строем как в моем случае у меня стол передвижной у меня студия а вы можете также подключить к своей системе канализации вот такая огромная шикарная красивая незаменимая накладная столешница и специально для вас мы можем ее изготовить по вашим размерам пишите и обращайтесь к нам по ссылкам в описании и так я оценил качество нашего продукта от браковал пару штук и теперь самое время ее почистить и процесс этот не быстрый беру большую гастроемкость она у меня будет для чищенной рыбы и вторую которая будет использоваться у меня для отхода у меня есть специальный рыбный нож и разделочная доска под названием рыба терпук я разморозил не до конца потому что когда я буду вытаскивать внутренности у меня будет меньше грязи и крови это очень удобно итак давайте начинать брюшную часть от плавника до анального отверстия мы разрежем и достанем все внутренности вскрываем наше брюшко достаю оттуда все внутренности все очень тщательно прочищаю удаляем жабры у нашей рыбки и где у меня не прорезанная просто пальцем вычищаю еще раз все лишнее мы оставим ей голову удалив жабры потом это хорошо промоем теперь у меня уже почищен и я взял гастроемкость как вы видите и теперь не надо как следует как следует его промыть после мойки взвешиваем рыбу я буду записывать и взвешивать маленькими партиями но если у вас есть большие весы или вы будете взвешивать в таре это тоже все допустимо сейчас еще брошу пару штук и того здесь у меня 4 600 это у меня 4 200 это у меня 4 350 у нас получилось 36 килограмм 100 грамм нашего терпуга мы это обязательно учтем при подсчете нашей экономики у меня есть отличная тара я ее уже использовал для скумбрии она рассчитана на 50 килограмм берем наш замечательный терпук хорошо и красиво укладываем беру рассол и просто потихоньку заливаем терпук я засолил и уберу его в холодильник на 2 дня с температурой плюс 5 прошло два дня а это 48 часов наша рыба готова и пора ее доставать я выложу рыбу на столешницу чтобы избавиться от лишней влаги а у меня самое время сделать подвязки чтобы сделать петельки мне нужен шпагат и ножницы сейчас я вам покажу как это сделать легко и просто отрезаем берем окончание веревочки делаем перекресток и сюда пропускаем ниточку я обычно беру любой пальчик затягиваю и у меня получается петля далее мы ее делаем чуть-чуть побольше чтобы у нас вошел хвост накидываем на рыбку и затягиваем все хвосты пойманы и теперь ее нужно как следует обсушить почему важно обсушить рыбу если мы с вами этого не сделаем то влага при взаимодействии с дымом превратится в эмульсию которая будет преградой для наложения красивого золотистого колера в общем вся подготовка тогда будет напрасной при многократном копчении рыбы я пришел к выводу что ее лучше обсушивать естественным образом и в этом мне поможет наш golden smoker перед тем как использовать smoker вообще подключить его к работе я у нашего отдела энергоснабжения заказал абсолютно новый замечательный счетчик и сейчас я его подключу чтобы посчитать все затраты даже с электричеством в нашем смокере прежде чем повесить туда рыбу мне нужно его правильно настроить это все очень очень просто мы включаем сеть у нас есть кнопка холодное копчение и задвижки смокера у нас откроются по характерному звуку вы слышите заслонки нашего смотря открылись и мне остается включить только вентиляцию можно загружать нашу рыбу я открою вам небольшой секрет естественный метод обсушки он окажет щадящее воздействие на нашу рыбу и на выходе мы с вами получим вкусный ароматный продукт который нравится нам и нашим клиентам у меня сейчас 11 часов и мне потребуется ровно 24 часа чтобы наш терпук был готов и обсушен в нашем golden smoker прошло 24 часа и давайте посмотрим какой результат нашей обсушенной рыбы рыбка у нас подсохла обветренная и я думаю что пора начинать процесс копчения нам нужно включить сеть она включилась нам нужно закрыть заслонки и мы с вами слышим характерный звук далее мы выставляем температуру нашего копчения 25 градусов исходя из моего многолетнего опыта копчения эта температура является идеальной если температура в камере будет выше 28 градусов то это приведет к запуску процесса денатурации белка и на выходе вы получите рыбу горячего копчения это конечно неплохо но мы же с вами готовим рыбу холодного копчения а не горячего а если температура вашей камере будет ниже 23 градусов то есть вероятность образования конденсата включая вентиляторы вентиляторы нам создают равномерную конвекцию при условии что продукт развешен правильно давайте посмотрим рыба висит отдельно друг от друга она не соприкасается ни с камерой и друг с другом и поэтому колер у нас будет просто идеальный включаем тент а терморегулятор выставленный на заданную температуру позволит нам обеспечить контроль температурного режима внутри камеры на протяжении всего процесса копчения а поддержать температуру 25 градусов мне поможет наш экспериментальный охладитель дыма golden smoker находится у меня на эксперименте с февраля месяца он зарекомендовал себя просто отлично знаете почему потому что он не имеет температурного забега он очень четко выдерживает температуру в камере вместе с горячим дымом 25 градусов что немаловажно для нашего копчения он у нас наполнен холодной водой которая циркулирует по кругу и охлаждается в пивном охладители далее горячий дым поступая в него охлаждается и поступает в камеру а ненужный конденсат у нас собирается в специальную емкость коптить терпуга я буду восемь часов это тот минимум времени который позволит мне нанести колер и дополнительно ферментировать мясо рыбы это придаст продукту ярко выраженный вкус через восемь часов мы с вами посмотрим что получится если меня не устроит колер то я продолжу копчение еще часа четыре а дальнейшая ферментация продукта только улучшит его вкус пора насыпать щипу и поджигать наш смокер восемь часов прошло я добавил еще четыре итого 12 12 часов я ее коптил давайте посмотрим что у нас получилось когда у нас закончился дым но нам очень важно открыть заслонки и проветрить нашу рыбу еще часика два поднимаю заслонки и выключаю смокер посмотрите какая красота какой замечательный терпук у нас получился холодного копчения но есть мы его не будем нам его еще надо здесь берем наши весы калькулятор листок и ручка и начинаем считать 2 476 и того у меня получилось 35 килограмм ну что давайте подводить итоги перед итогами чуть не забыл про наш счетчик я приобрел 40 килограмм свежемороженого терпуга по цене за килограмм двести тридцать восемь рублей итоговая сумма у меня составила 9520 рублей но процессе приготовления я потерял ровно пять килограмм это у меня был отход и усушка и так пять килограмм мы тоже должны перевести с вами в денежки у меня получилось 1190 рублей далее я потратил электричество почти три киловатта его стоимость у меня 4 рубля и всего составляет 12 рублей я брал специи если вы помните вода была хорошая и соль и такая и такая это составило 50 рублей плюс у меня ушло 5 стаканов щипы это тоже сумма 150 рублей мне осталось сейчас все сложить посчитать и добавить сюда мою рабочую смену я потратил своего труда ровно 8 часов и так складываем все наши суммы вот что у меня получилось моя сумма составила 12 тысяч четыреста двадцать два рубля теперь я все это должен поделить на тридцать пять килограмм готового продукта и того стоимость моего готового продукта составляет триста пятьдесят пять рублей и теперь вы можете посчитать сами но вы должны применить цены своего региона а всего времени я потратил на приготовление терпуга холодного копчения ровно шестьдесят пять часов разделывал и промывал я ее три часа об сушка у нас было сорок восемь часов дальше я ее коптил коптил ее ровно двенадцать часов если вы помните и потом еще два часа я проветрил итоги мы подвели и теперь наконец-то давайте начинать ее пробовать какая красота у меня конечно же есть нарезка и мы должны ее попробовать но я хочу вам показать как все это будет выглядеть на самом деле беру нож беру вкусную вкусную рыбу и начинаю разрезать вы только посмотрите как это все замечательно аппетитно и вкусно режется она очень легко красиво и вообще рыба мне кажется очень замечательно давайте попробуем это давайте пробовать белые нежные очень очень вкусные и так пробуем рыба очень-очень вкусно жирненько копчение самый топ никакой горечи никакой кислинки вообще ничего нет это очень вкусно давай щенки закончим я думаю что терпух холодного копчения у нас получился самый-самый волшебный готовим классно кушаем вкусно настроение на отлично друзья мы подготовили для вас очень выгодное предложение по промо-коду терпух вы получаете скидку пять процентов от суммы заказа кто приобретает наше оборудование для дома получает всегда высококлассный продукт а ваш бизнес будет иметь стабильный доход успейте воспользоваться нашим промо-кодом до 20 июня а связаться с нами можно по ссылкам в описании это мастерская инновации александра чернязева и я июня шеф-повар андрей бакаев